Каждый ребенок с нетерпением ждет новогодних праздников. Ведь это время чудес и возможность встретиться с зимними персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой. В преддверии праздника в Топсинском районе проводятся различные предновогодние мероприятия. Так, в культурно-досуговом центре «Юность» поселка Новомихайловского прошло новогоднее представление для детей из многодетных и малообеспеченных семей. На праздники побывали и мы, сотрудники телеканала Орленок ТВ. Ну что же, мультяшки, приходите! Вот они, наши мультяшки! Будем с мультяшками играть, будем? Сегодня в Доме культуры «Юность» собрались самые маленькие жители Новомихайловского поселения. Для многих это первая новогодняя елка в жизни. Подобные праздничные представления для детей из малообеспеченных и многодетных семей проводятся по традиции каждый год. Подготовка у нас обычно начинается задолго. Готовятся всевозможные декорации, придумывают наши сотрудники различные всевозможные игры, пробуют, какую игру можно подобрать к тому или иному мероприятию. И потом, естественно, репетиции, подбор костюмов, подбор грима. По сценарию отрицательный герой сказки Баба-Яга и разбойницы претендуют на роль внучки Деда Мороза. Каждая пытается доказать маленьким зрителям, что именно она достойна быть снегурочкой. Вместе со сказочными персонажами мальчишки и девчонки играют, участвуют в конкурсах и водят хороводы. Мы уже давно используем интерактив. И вчера вот у нас была сказка, спектакль Морозка. Мы даже в нее успели включить вот такие интерактивные игры, потому что это зажигает, наверное, детей, придает какое-то праздничное новогоднее настроение. И, наверное, самим детям интересно побывать в этой сказке, поучаствовать и прийти домой уже радостными, веселыми. Был у вас я год назад, видеть всех я очень рад. Пусть же этот Новый год много счастья принесет. Шуточный спор прерывают главные герои волшебной сказки Дед Мороз с настоящей снегурочкой. Они прощают проказников и разрешают отрицательным персонажам остаться на празднике. Сказочные герои вместе с маленькими зрителями зажигают огни на новогодней елке. Пусть на елке огоньки загорятся раз, два, три! Елочка, гали! Ура! Очень понравилось детям, нам в том числе. Ну и, как бы, поиграли хорошо. Все весело, все задорно было. Детки все красивые в костюмчиках. Молодцы родители. Прям детей привели на праздник. Сделали им праздник. Все довольные, все счастливые. Мы в том числе тоже. Сегодня в сказку верят и малыши, и взрослые. Ведь новогоднее настроение передается мамам и папам, которые вместе с детьми участвуют в конкурсах. Очень хорошее. Даже у меня появилось и сегодня настроение. Дети были очень веселые все. Моя внучка, я очень за нее даже рада. Она даже минуточку не посидела. Все танцевала и танцевала и танцевала. Очень, очень приятно было посмотреть. Интересно. Я побывала в детстве, я побывала в сказке. Мне все понравилось. Это такая интерактивная игра и сказка. Так было здорово, зажигательно. Мне понравилось, что дети танцевали, не стеснялись и даже не испугались бабу-яги. Такое страшное, вредное, но никто и не испугался. Было здорово. Мне понравилось. Маленькие жители поселения смогут побывать на новогодних представлениях и в праздничные дни. Сотрудники культурно-досугового центра «Юность» подготовили развлекательную программу со сказочными персонажами. Поэтому во время новогодних каникул у всех желающих будет возможность поиграть и сфотографироваться с любимыми героями. Мне понравилась «Снегурочка» с Дедом Морозом. А почему они тебе понравились? Потому что они рядом счастья людям дарят и подарки. Кто из персонажей тебе больше запомнился и не нравится? Баба-яга. Почему? Ну, не знаю, она такая веселая. На полянках тишина, светит желтая луна, все деревья в серебре. Зайцы пляшут на горе, на пруду сверкает лед. Наступает Новый год! Юлия Хворостянова, Денис Гилёв, Аркадий Коваленко, Изабелла Аксюричева, телеканал «Орлёнок ТВ». Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём. А весёлые зверюшки мой перевернули дом. Завели весёлый хоровод, до чего смешён лесной народ. И не верилось, что всё пройдёт. Редактор субтитров А.Сёмкин